Здравствуйте, друзья! Ну что, цветут мои красотки? Каждый день распускаются новые, новые и новые. Не могу не похвастаться, ведь это настолько красиво! Приходишь и забываешь, зачем пришел. То ли поливать, то ли пересаживать. Просто достаточно зайти в комнату и зависаешь на неопределенное время. Начинаешь каждый рассматривать, удивляться, радоваться, ведь я их не видела с осени практически полгода с тех пор, как разобрала на клубни. И сейчас они зацветают с новой силой. И тем более появилось много новинок. Даже не знаю, с чего начать. Что показать вам первым? Потому что все они достойны на первое место. Еще раз покажу свою любимицу. Это малиновое суфле. Действительно, шикарный цветок. Диаметр 11 сантиметров. Вот сравните рядом белая лань. Представляете, насколько больше? Хотя белая лань, она тоже не мелкая. Цветет очень красиво шапочкой. Цветоносы короткие. Вот такая вот красотища расцвела. Если у водяной лилии цветонос длинный и цветок огромный, как колокол, то этот более миниатюрный сорт. Как же без классической красоты красной бракады? Ну, конечно, никуда. На каждом подоконнике, думаю, она уже есть. Именно у тех, кто смотрит мои видео. Разбавляет любые краски так же, как и белые махровые цветы. Белый, красный, фиолетовый. Это самые классические глоксинии. Вот, кстати, фиолетовая роза. Это не фиолетовая бракада. Это именно фиолетово-чернильная роза. Как чернила. Бракада чуть-чуть светлее. Я вам показывала ее в предыдущем видео. Это у меня просто. Тайгер блю распускается, как подснежник в Сибири. Далее. Айвенго. Тоже один из наиболее заказываемых цветков. Крупный-крупный. Колокол, вот показываю его сбоку. И весь красный краб. Очень походит на Сибири. Поэтому, когда нет в наличии Сибири, я заменяю его именно вот розой Айвенго. Красотища. Новинка у меня в этом году. Посадобль. НГ Посадобль. Цветок очень крупный. 10 сантиметров в диаметре. Смотрите, какая красота. По лепесткам как будто вены. Действительно прорисован каждый миллиметр. О каждом цветке позаботилась природа и сделала его особенным. Особенно красивым. Далее розовая сказка. В том году все они цвели вот такие вот светлые. Небольшой краб по лепесткам и нежная серединка. В этом году один кустик выдал такой же цветок, а остальные три чуть поярче. Смотрите, какая красотища. Целая охапка цветов. Никакие розы не нужно. Что такое розы? Розы я люблю, когда они цветут у меня на даче и источают аромат. А вот когда срезанные из магазина, три дня и их больше нет. Фиолетовая брокада с белым краем. Кустик мелкий. И цветочки в этом году тоже мелковатые. Даже можно увидеть их в сравнении с той же розовой сказкой. Ну прям конкретно мелковатые. Наверное по 5-6 сантиметров. Хотя на самом деле тоже крупные. Думаю это первое цветение. Можно простить. Далее у нас ТВ самбо. Вот такая вот красота. Разрисована полоской, крапом. Виноградная лоза. Юэс. Очень красивая. Крупная. 9 сантиметров. Золушку я вам уже показала. Или не показала. Сама запуталась. Золушка это мой цветок. Я его выводила в течение трех лет. И в том году, вот если помните, когда у меня напал клещ по осени, он его съел. Не осталось ни одного цветочка. Успела спасти только листики. И то. Из листиков прижилось только два. И вот в этом году золушку я вижу снова. Розовая нежная и белыми пятнами. Кстати, точно такими же пятнами у меня есть смородиновый десерт. Только сиреневый с белым. Хочу показать вам простушку. Простушки тоже цветут. Но называю я ее гигант. Не стала бы оставлять, если бы не размер. Это тайгер черри. Не представляете, какого размера цветок. Один вот уже завял. Сантиметров, наверное, 12-13 в диаметре. Вот если сравнить с той же золушкой, а золушка у меня 7 сантиметров. Смотрите, какая разница. Огромный лопух. И яркий, конечно. Здесь у меня лайлак полки ДАЦ. Импортная селекция. Переводится сиреневый горошек. Очень красивый, нарядный. Действительно. Таких сортов очень мало. Сиреневых, крапчатых. И почему-то в том году я на них помешалась. И поэтому у меня очень много оттенков именно сиреневого цвета. И мне это нравится. Далее. Простушка. Яркая фуксия. Тоже очень крупная. 9 сантиметров в диаметре. Красотища. Императрица вишневая, тигровая. Огромная. Тоже 9 сантиметров в диаметре. Ред импресс. Цветок настолько яркий, хотя и обычный колокольчик. И дружная семейка Аванти Скарлетт. Ну и Ромка. Смотрите, как он отвернулся. Это он на вас обиделся. Почему-то в заказах мало Ромки. Это же такая красотища. Посмотрите, какой он. Очень красивый. Нарядный. Немножечко даже похож на сиреневый горошек. Но здесь более темная обводка по краю лепестка. И нет полосатой серединки. Серединка более темная. Вот такая вот коллекция новинок, распустившихся на сегодня. На начало апреля. Лето не за горами. И красоты будет еще больше. Спасибо, друзья, за то, что вы меня смотрите. Что пишите мне хорошие комментарии. Я занимаюсь цветами от души. Раньше занималась ими на даче. Кто смотрел мою дачу, у меня цветов было очень много. Просто аллеями. А теперь переключилась на комнатные. Ну как можно их не любить? Тем более, что это ежедневный тяжелый труд, но он того стоит. Подписывайтесь на мой канал. Заказать мои цветы всегда можно по указанному номеру телефона. Это будут либо свежесрезанные листики, либо детки, либо укорененные листы. Отправляю по всей России. Всего вам хорошего. До новых встреч.